Если внимательно присмотреться к нам, как к родителям, и при этом мы будем критичны к самим себе, то мы заметим, что то самое воспитание, которое мы пытаемся воспитать наших детей, в чем оно состоит? Как правило, ситуация в нашем доме такова. Столько времени, сколько ребенок ведет себя нормально, спокойно, мы его вообще не замечаем, как будто его нет. Как только ребенок что-то натворил, что-то закричал, что-то разбил, тут же замечаем этого ребенка, и с этого момента начинается процесс воспитания. Каким образом? Поднятием голосом или, не дай бог, еще поднятием руки. Получается, что мы, как родители, не воспитываем детей, а в основном реагируем на их поступки. То есть, уже после того, как он что-то натворил, мы вспоминаем, что есть ребенок, и нервно при этом начинаем реагировать на его поведение, которое просто мешает нам. И вот это мы называем воспитанием. Вот это не является воспитанием, это антивоспитание. Воспитание – это не тогда, когда ребенок что-то натворил, а наоборот, когда он находится в спокойном состоянии духа, когда можно посадить его к себе на колени, или сесть рядышком с ним, обнять, поцеловать, создать теплую, дружескую атмосферу. Тогда, когда сердце обращается к сердцу, тогда можно многому его обучить. Мы, как родители, тогда мы можем много ему дать. Это одно. А второе – работа над собой должна быть в той самой точке, когда мы научимся не реагировать моментально на то, что происходит с ребенком. Ребенок что-то натворил, тут же у нас есть моментальная реакция, тут же мы точно знаем, как повести себя, и что ему сказать, и как отреагировать. Как правило, вся наша вот эта моментальная реакция, она неправильная, она не педагогична. Поэтому то, что основное, что мы должны научиться – это сдержать себя в этот момент. Нужно, подождав часа два, три, а может быть и просто к вечеру, когда мы уже успокоились, и раз он вернулся к нам, вот тогда, в этот момент, мы уже можем ему сделать замечание достойным образом. Как? Именно таким, чтобы он был способным это услышать. И более того, тогда он, может быть, и даже захочет это слышать. Поэтому основная задача нас, как родителей, научиться говорить ребенку так, чтобы он хотел это слушать. И если хотя бы этого мы добьемся, это уже очень-очень-очень много. Отсюда и дальше надо еще много учиться.